часовые энтузиасты всем добрый вечер всем большой привет с вами виталий и мы продолжаем говорить на нашу любимую тему тему наручных часов и напоминаю что нахожусь в полевых условиях в небольшой поездки поэтому могут быть какие-то нюансы технически или там звуки или еще что-то сегодня без птичек но на приятном таком зеленом фоне думаю что в конце недели птички вернуться я рад вас всех видеть на этом канале и знаете сегодня я решил поговорить на действительно нашу боль действительно на тему которая многих из нас касается а эта тема касается часовой болезни и периодических у кого-то весенних приступов у кого-то осенних знаете осенняя хандра или вот на наоборот грядут какие-то новогодние праздники хочется себя порадовать и был такой тяжелый год и было много взлетов и падений и были какие-то удачные может быть сделки или много работы и мы сидим и думаем с стаканчиком чая или с бокальчиком чего покрепче а может быть что-то новенькое себе прикупить и может быть уже и не первый и не второй и не пятый раз за этот год да я думаю что вы понимаете о чем я говорю и сегодняшнее видео я назвал так часовая болезнь новое обострение новый приступ или пора покупать новые часы в очередной раз вот об этом говорим сегодня и будет несколько будет несколько примеров что происходит и вот что я с вами хотел бы обсудить потому что много новых подписчиков на этом канале и эту тему часовой болезни мы раньше разбирали там больше года наверно назад я оставлю ссылку на то видео как побороть часовую болезнь какие есть таблетки от этого нужно ли это делать и вот это видео сегодня будет как некое чуть продолжение этой темы когда происходит обострение до что делать и так в чем у нас главный вопрос вот последнее время люди обращаются спрашивают и говорят вот хочу купить очередные часы иногда это уже пятые шестые часы за год или другой вопрос люди пишут и говорят виталий вот у меня эти эти часы хочу их продать и хочу купить одни часы часы играли такие самые желанные мной часы или ничего не продавать а просто вот эти купить и потом может быть со временем те продать если совсем не буду их носить и люди приходят к тому что становится перед выбором купить очередные часы может быть первые вторые классные или купить одни часы но такой промежуточный грааль или таблетка некая от часовой болезни вот вы помните мое прошлое видео где я отвечал на ваши вопросы и там я вспоминал опять про бриге марин 5817 и что это некая была бы скорее всего для меня таблетка от часовой болезни по крайней мере на какое-то время и многим из вас понравилось то видео я оставлю на него ссылочку и решил об этом тоже об этой таблетки с одной стороны да как какими какой таблеткой могут быть некоторые часы тоже сегодня с вами поговорить и так какая у нас задача какой вопрос обратился человек и ему вот был как раз этот вопрос что либо ну виталий пора уже новые часы покупать я уже помогал ему купить несколько часов там скажем так больше четырех больше четырех часов и говорит виталий но вот еще бы хотел либо вот эти эти вот как ты скажешь вот что из этого посоветуешь там пять шесть штук не прислал 4545 и или вот эти одни которые сейчас для него являлись бы самыми дорогими и таким неким промежуточным граалем что это за часы у нас в подборке что мы вообще здесь обсуждаем ну так как ну или ладно об этом позже первые часы которые являются таким промежуточным граалем для человека или часы улиц нордан blast x скелетон вот такой формат каучук титан ну действительно такой полный скелетон читаемость на среднем уровне ниже среднего скажем тогда но при этом вот открытый баланс и достаточно симпатичные современные такие часы до которые сделаны изначально вот мануфактурный механизм сделан именно под скелетон и выглядит эти часы здорово по полностью спуск из кремния мы знаем что улиц пионер в кремнии с 2001 года и вот такие часы кому-то они могут нравиться кому-то не нравится ну вот человек говорил что вот хочу эти часы либо виталий говорит смотри у меня есть бюджет бюджет у нас был ритейл 17 18 тысяч долларов ритейл этих часов 22 по моему тысячи час я точно вам скажу 22 по моему а 22 200 и в среднем но по рынку 17 500 в итоге нам удалось чуть дешевле чем 17 500 их найти но в целом цена будет где-то 17 500 плюс минус то есть не есть уже некий дисконт от ритейла европейского международного и точно есть дисконт от цены официальных дилеров в россии где эта модель будет стоить далеко за 2 миллиона рублей до титан 42 миллиметра достаточно аккуратные 50 метров водозащита и вот этот мануфактурный механизм 96 часов запас хода ребят неплохо неплохо для такого скелетона и вот и он не спрашивает вот вот эти взять часы насколько вот они за эту цену будет норм или вот и перечень других улицов чтобы сформировать такую мини коллекцию там из трех в случае часов улиц народа какие-то были часы первые часы многим из вас известны это уже улиц marine дайвер нема лимитка 300 экземпляров на вот таком вот ремешке с на липучке ну такие вот современные дайверы осмысление да вот улицов очень классные яркие часы вот это синее с красным сочетание да кстати все часы про которые сегодня говорю вообще в целом это и цены и был поиск именно новых часов да то есть часы должны быть новое ли состояние новых то есть они не должны быть уношены и должен быть полный комплект с официальной гарантии соответственно те у нас обошлись ну там пускай 17 здесь цена ритейл у нас десять четыреста по-моему по моему 10 400 предложение было за 8 900 новые часы абсолютно 8 900 чуть чуть дисконт но мы сегодня опять же технические моменты какие-то сильно здесь не будем обсуждать вы все знаете эти часы вы знаете там коллекцию marine у лесов нет смысла опять здесь повторяться мы от другом немножечко сегодня не технических аспектах а именно о принятии решения и вообще что нам нравится и что мы выбираем в том или ином не случай вот об этом сегодня видео и вот у нас бюджет 17000 допустим 17 18 вот у нас там 9000 уходит допустим на эту модель если мы принимаем здесь решение и второй вариант человек видел мои видео ему нравится мои классические часы вот с эмалиевым циферблатом улес classic с малой секундой из ну в данном случае черный эмалевый циферблат ритейл они хочу там вот больше десяти тысяч нам 10 500 может быть на вторичном рынке есть варианты периодически попадаются если мы берем новые часы и с доставкой но где-то они обойдутся от 7 800 до там 8 300 где-то вот так давайте возьмем в среднем выпускай 88 плюс вот предыдущий у нас 8 900 получается у нас тоже 17000 долларов в бюджет да то есть и вот что у нас происходит а ну кстати важный момент какой что он спрашивал про эти эмалевые а я говорю а ты же хотел синий циферблат синий циферблат и здесь вроде синий циферблат может быть тогда не те которые у меня с черным а вот есть еще модель тоже достаточно редкая это эмалевый синий циферблат вот такого формата то есть такой глубокий синие интересные тоже вот видите какой здесь узор да то есть у нас здесь идет как волны такие гелюше и сверху уже горячая эмаль то есть очень очень интересный тоже формат кому-то он больше понравится естественно чем просто там черная эмаль вот такие часы все очень приятные я вот сколько ношу вот эти улицы кайф ощущение они выглядят достаточно просто но при этом большая читаемость обращают внимание людей люди видят что очень черный черный цвет глубокий и вижу что в но в целом люди так удивляются этим часам что их никогда не видели достаточно интересные таки так вот и у нас с вами возникает вопрос взять часы по крайней мере промежуточный грааль который будет некой таблеткой скорее всего от часовой болезни и тебя успокоит на ну продолжительное время скорее всего потому что ты этим часам шел ты к ним подходил и для тебя это было дорого я не говорю еще раз ребят здесь давайте мы саму мысль эту обсудим с вами в комментариях дело не в улицах дело не вот в этих конкретных часах то есть надо писать в комментариях ну какие-то стрёмные играли или там можно за 17000 купить и там перечень целый да дело не в этом сюда можете это просто примеры это просто картинки сюда вы можете подставить свои часы это очень неважно в данном случае подставьте свою модель так вот у меня вопрос какой купить максимально вами желаемую модель некий давайте назовем это промежуточный грааль который можно достигнуть или две модели помладше может быть от этого производителя может быть от кого-то соседнего который вам тоже очень нравится и вроде бы вы тоже хотели бы их купить и вы понимаете что вы их будете носить и не будет будет больше вариативности как я это называю да то есть у вас будет больше вариантов то есть летом или где-то на в отпуске или где-то там в более таком расслабленном формате вы надеваете этому леснордан marine дайвер ходите 300 метров на липучки кайфуете если это ресторан театр там встреча офис и так далее так далее вы идете вот допустим в леснордан classic с сверблатом из синей эмали большой огонь да поэтому или вы всю дорогу таскаете вот эти часы и вам они просто максимально нравится что он нравится скелетон открытый баланс и вот именно по большому счету об этих часах вы наверное мечтали но пытаетесь и где-то может быть заменить этой вариативностью с двумя другими моделями вот напишите чтобы вы выбрали вот можете поставить на паузу потому что дальше будет ответ на вопрос вот ваше мнение поставьте на паузу напишите чтобы вы выбрали в данном случае и может быть вы сейчас стоите перед таким выбором вот одни часы в вашем случае не знаю может быть и таким часы омега легендарный там спидмастер да или взять вот этот хронограф ланджин и вот этот кунь попроще омегу допустим трехстрелочных просто понимаете там вариантов миллиард какие могут быть но у каждого эти свои будут модели вот чтобы вы выбрали один одну большую модель или 2 помладше может быть попроще но больше вариативности напишите если говорит что выбрал человек и это не не самый кстати частый выбор потому что честно чаще люди выбирают варианты он выбрал вот этот скелетон да то есть именно граль часы играли свой промежуточный потому что вот мы общались он говорит виталий но мы с тобой понимаем сейчас я куплю вот эти вот этого нема я куплю даже вот эти часы но сюда ты опять буду ходить и смотреть опять спрашивать про эти часы и все равно наверное может быть следующем году или там через пару лет я все равно к ним приду так может быть не стоит от них бегать и уже взять эту таблетку от часовой болезни и уже купить их да и носить и радоваться может а есть в принципе другие часы которые носить на повседнев естественно и что-то попроще что-то по понятнее на каучуке тоже что то есть может быть не стоит тогда распыляться с другой стороны а взять то что действительно нравится и может быть это где-то противоречивые для кого-то покупка но в принципе мы получаем цену дешевле где-то на пять тысяч долларов ритейлов на в том случае да то есть с 22 на 17 хорошая в целом цена за новые часы да мы говорим во всех трех случаях были абсолютно новые часы и ну понимаете да то есть он сделал выбор в эту пользу большинство из нас из вас сделает этот выбор возьму два в других варианта помладше которые ну вроде как чтобы было больше вариантов носить что касается меня в основном я тоже выбираю в вариативность и я откладываю какие-то свои играли подальше чтобы не может быть не принимать эту таблетку да вот и как я здесь написал что все равно вот периодически есть эти обострения часовой болезни и ты думаешь блин а если я куплю эту модель то я просто вот прямую эту таблетку и может быть уже и успокоюсь на какое-то время а вроде как чуть-чуть себя все равно хочется вот да это ощущение погони охоты да вот как называется канал почему так назвал потому что это ощущение что ты зачем-то охотишься за чем-то более редким или по правильной цене и тебе доставляет определенное удовольствие уже сам процесс сам путь движения к этой цели а если ты эту цель допустим осуществил и купил может быть уже будет какое-то вот с одной стороны облегчение с другой стороны вопроса что дальше а что делать дальше забегая еще вперед давайте сейчас к выводам обратимся мне будет интересно послушать ваше мнение чтобы вы выбрали да вот одни часы выше уровнем и назовем его промежуточный грааль или двое классных часов которые тоже у вас были в подборке и вы думали добавить их в сет коллекцию и вот все таки и распилить эту сумму и купить что-то подешевле вот напишите чтобы вы выбрали что касается меня вы знаете в основном игру я выбирал второй вариант двое классных часов всю дорогу долгое время я выбирал этот вариант в этом году этот год достаточно был переломные во многих моментах в том числе в моем часовом в этом хобби увлечение потому что я где-то работал над собой где-то пересилил себя где-то закрыл там хорошие сделки по работе и ну вот переступил через себя и я может быть там второй третий раз ну второй раз наверное за всю историю свою часовую я купил часы выше уровнем которые откладывал не хотел их покупать но я решился на это и купил часы промежуточный грааль который по моей ну мне так хотелось бы думать я думал об этом меня немножко успокоит хотя бы на год и что я успокоюсь выдохну и вот и будут часы которые буду действительно носите они будут при этом часами граилем забегая вперед вроде бы мне это не особо помогло потому что купив эти часы и ты их носишь но все равно опять смотришь вот а вот эти еще может быть взять на лето а вот этот хронограф блин а вот этот хронограф на ручке я же еще хотел но он стоит еще дороже что делать но надо делать надо работать дальше надо двигаться и и понимаю что были нам помогли была ли это таблетка часовой болезни может быть может быть в итоге нет но посмотрим вот человек который купил вот эти улицы скелетон blast посмотрим через сколько он опять не напишет потому что до этого мы с ним брали другие часы и он пропал там на полгодика наверное но хватило только на полгодика хотя там четверо часов вот поэтому посмотрим насколько меня хватит про свои новые часы про которые вот это все вам рассказываю я скажу когда вернусь в петербург наверное это уже будет начале нового года в январе потому что ну вот моя длительная поездка она немножко прервала мой вот этот рассказ про мой улов и про новые классные часы в коллекции вот но мы к этому обязательно вернемся обязательно к этому вернемся так вот напишите ребят были бы вот эти промежуточные грааль или часы просто очень высокого класса для вас относительно всей коллекции была бы эта покупка это приобретение таблеткой от часовой болезни для вас напишите как вам кажется и наверное была у вас такая ситуация что вы купили часы и вот что вы действительно успокоились на год на два на 10 лет или прошло там два месяца и вы таки опять блин надо опять покупать новую ставлю новую цель достигаю одной цель и ставлю новую цель и дальше следующие часы напишите какая цена здесь вопроса и ну естественно у каждого свои но сегодня был пример у нас бюджет там 17 18 тысяч долларов и либо на одни часы это потратить 17000 либо двое часов там по восемь девять тысяч долларов да ну в вашем случае может быть другой нолик откинули нолик добавили и так далее поэтому но получается что как раз может быть тоже стоит это обговорить что вариант с часами что часы примерно в два раза дешевле или там может быть значительно дешевле но не в 10 раз но там то есть одни часы там условно 3000 долларов или двое часов по полторы тысячи долларов вы понимаете да то есть такой такой тоже момент давайте это не обсудим чтобы не было совсем разбега либо купить часы за 30 тысяч долларов либо за две тысячи долларов ну то есть наверное не об этом речь а все-таки каких-то близких сумок открывайте для себя новые часы отвечаете для себя на такие новые вопросы успокоит ли вас то когда вы достигнете своего граиля или это только раз задорит и вы поставите новую цель новый граиль который еще там полтора два раза дороже в три раза дороже и не успокойтесь на этом насколько часовая болезнь вот глубоко проникла вашу кровь насколько вы заражены или есть все таки таблетка напишите все на этом с вами был виталий сергеенко всем большое спасибо за внимание в сегодня была такая необычная разговорная тема поделился с вами своими размышлениями где-то своей болью где-то своей таблеткой от этой боли и болезни своей радостью но и так же вот радостью одного из подписчиков которые купил свои промежуточные часы грааль это улиц нордан blast скелетон все на этом подписывайтесь на этот youtube-канал здесь мы разбираем вот такие необычные интересные темы постараюсь выходные еще одно видео вам записать если будет возможность обязательно а пока жду вашей обратной связи что вы скажете как что вы думаете по этому поводу и напоминаю что если у кого-то есть задача купить какие-то новые часы либо может быть что-то подыскать доставить из европы из азии или просто что-то вот порекомен порекомендовать вам сет в коллекцию вы всегда можете ко мне обратиться контакта в описании сайт в описании наш telegram на него обязательно подписывайтесь я всегда там по возможности публикую это интересные часовые новости и новинки которые появляются на платформе если какие-то часы кто-то продает а поэтому тоже обращайтесь ссылочка на телеграм-канал будет в описании все на этом всем хорошего вечера мы остаемся с вами на связи и помните что какие бы классные часы вас не были пускай это часы играли или или часы вторые третьи четвертые но классные самое главное то то время которое не нам показывают поэтому берегите время и тратьте вот только на самые интересные вещи и на самых интересных людей все на этом тайм-коды в описании остаемся с вами на связи всем пока